Я не могу сказать, я опять-таки не политик. Я не вижу, если задается вопрос, а как решить проблемы Крыма, то я, во-первых, не понимаю, какие там есть проблемы. Самый, наверное, самый большой вопрос, это чтобы в Крыму была некая стабильность, чтобы не было каких-либо санкций страны третьих, не стран третьего мира, а третьих лиц. И чтобы там было стабильно, и что, не было никаких волнений, и климат там очень хороший, я бы, например, с удовольствием бы туда, может быть, переместил свой бизнес и как-то развивался там, потому что с точки зрения климата очень благоприятное место. Я думаю, что все уляжется, а вот эти вот лозунги, опять-таки, что хватит там кормить Кавказ, или хватит кормить Крым, зачастую звучат из уст людей, которые в этом не очень много понимают вообще, кто кого кормит. Я думаю, что политическая элита должна решать, насколько это финансово целесообразно и политически целесообразно, потому что безопасность нашего государства, я так понимаю, что это такая территория стратегическая с точки зрения безопасности государства в первую очередь, а потом уже ее целесообразность экономическая, либо отсутствие целесообразности, это должны решать политики и руководство государства. Я, в свою очередь, был в Крыму, я был в Крыму в тот период, когда это была территория Украины, мне очень нравится, понравилось там, мы были с Ильей Резником, там отдыхали, он, кстати, до сих пор там часто отдыхает. Поэтому я надеюсь, что все стабилизируется, а как это сделать, я не могу сказать.